ДАУГУПЛС АТЕКСМА Тем не менее, все сроки реализации проекта уже прошли. Все восемь трамваев должны были быть поставлены в город в конце июля. В этой связи ДАУГУПЛС АТЕКСМА отправила претензию в адрес генерального подрядчика проекта литовской компании Райлэк, указав в ней размер штрафных санкций за неисполнение подрядов, установленный договором срок. Напомним, общая сумма тендера составляет 4 миллиона 93 тысячи 600 евро. Мультифункциональный центр с крытым скейт-парком в ДАУГУПЛСе построен будет, и, вероятно, работы по его возведению будут начаты уже в следующем году. Об этом на очередной пресс-конференции сообщило руководство города. Новый объект будет расположен на улице стации 129А. Разработанный проект подан на рассмотрение в программу трансграничного сотрудничества с целью получить финансирование из европейских фондов для приобретения оборудования и проведения ремонтных работ. В настоящее время уже пройден первый отборочный тур. Работы по созданию скейт-парка будут разделены на два этапа – ремонт и обеспечение безопасности, а также приобретение оборудования и его установка. Проект расселения душевнобольных горожан в микрорайоне Крыжи приостановлен, а отремонтированные ранее за счет самоуправления квартиры, которые планировалось выделить для данной категории населения, станут служебным жильем, и претендовать на него смогут молодые специалисты, в которых нуждается город. Кроме этого, рассматривается вопрос и об открытии в этих помещениях пункта приема клиентов социальной службы Дагутлса. Грифскую тюрьму могут закрыть. Об этом сообщила руководитель управления местами заключения Илона Спура. В преддверии предстоящего визита в Латвию представители комитета по предотвращению пыток Европейской комиссии. Грифское отделение долгов Грифской тюрьмы было построено в XIX веке. На сегодняшний день здесь размещены примерно 700 заключенных. В одной камере проживают от 12 до 16 осужденных. Сами помещения находятся в критическом состоянии. На данный момент Министерство юстиции ведет переговоры с Банком развития при Совете Европы по поводу финансирования строительства Лепайской тюрьмы. Результаты переговоров станут известны 23 августа. Для этого проекта необходимо 113,5 миллионов евро. И если переговоры пройдут успешно, то в 2023 году Лепайская тюрьма может быть сдана в эксплуатацию. В воскресенье 18 августа в 16 часов на стадионе Локомотив пройдет открытый чемпионат Латвии по спидвею. За титул чемпионов поборются спортсмены из России, Финляндии, Польши, а также Латвии. А их основным соперником должен стать Анджей Лебецев. Как обычно, выявлять лучших будут как среди юниоров, так и среди взрослых. К слову, в четверг на очередном заседании Думы большинством голосов депутаты приняли решение о выделении клубу Локомотив 170 тысяч евро. Деньги необходимы на завершение сезона и на погашение долгов. Как стало известно, у клуба появилась задолженность перед гонщиками. Деньги необходимы и для оплаты техники. Напомним, ранее депутаты самоуправления утвердили обязывающие правила Думы, которые предусматривают оказание финансовой помощи в размере 400 тысяч евро спортивным обществом, членом правления которых является самоуправлением. Продолжение следует... Продолжение следует...